Виктор Прокофьев, буквально несколько слов, если позволите, пока уважаемый спикер к нам присоединяется, переводчик, которому довелось участвовать в крупнейших исторических событиях. Он переводил Никсона, Ельцина, Клинтона, Буша-старшего, Горбачева, первых лиц государств. После выхода в отставку наш гость переехал в Великобританию, стал специализироваться на юридическом переводе, в том числе в лондонских судах. Сегодня к его услугам прибегают многие известные люди, включая российских олигархов. К примеру, известный кейс «Процесс по делу Бориса Березовского против Романа Абрамовича» переводил наш сегодняшний спикер Виктор Прокофьев. Каковы же они, особенности работы дипломатического переводчика с юридическим образованием, расскажет нам сегодня наш гость, впервые принимающий участие в нашем мероприятии. Мы очень благодарны, очень ждем встречи и очень волнуемся по этому поводу. Добрый день. Большое вам спасибо за любезные слова. Очень благодарен организаторам и большое спасибо всем за то, что подсоединились. Я постараюсь уложиться в час двадцать, оставив несколько минут в конце на вопросы. Дальше на усмотрение организаторов я совершенно спокойно смотрю, когда you jump in, если кто-то захочет задать вопрос по ходу дела. Ну, абсолютно на усмотрение организаторов, либо в чате, как вам будет удобно. На чем я хотел бы сегодня остановиться? Я расскажу о своем отношении к профессии, что я о ней думаю, что я думаю о состоянии нашей профессии на данном этапе, в ее различных сегментах. Расскажу о тех трудностях, которые, как мне представляются, возникают чисто объективно и иногда субъективно в нашем переводе. И потом остановлюсь на том, что, по моему мнению, по моему глубокому убеждению, необходимо делать для утверждения нашей профессии. Несколько слов о себе. Я окончил Международную правовую факультет МГИМО с специализацией по международному праву, международному публичному, международному частному праву, российское гражданское право, английское, common law и так далее. И у меня было три иностранных языка. Английский, французский, испанский, с которым я до сих пор продолжаю работать с испанским в наименьшей, пожалуй, степени. Но иногда приходится. Например, было выступление Папы Римского в Мурателе, недалеко от Рима, во всемирной продовольственной программе. Он выступал отчасти по-итальянски, а потом перешел на свой испанский с замечательным, таким тягучим, мяукающим аргентинским акцентом. Вот это было тоже очень приятно переводить. Окончил МГИМО. После этого я окончил совершенно замечательную школу, которая, к сожалению, более не существует. Это курсы переводчиков ООН. Совершенно уникальная организация, в которой приходилось сталкиваться с такими людьми, учиться у таких людей, как Комиссаров Илья Наумч, теория перевода. Я, к сожалению, не застал Рецкера. Вот Паша Палаченко застал Рецкера. Я учился в Йорхо, никто не будет, да, читал нам греческие легенды и мифы. Нам читали право, нам читали международную дипломатию, международные организации, экономику, разоружение, спортивную терминологию, библиизмы Литвинова читал. Моё отношение к переводу. Для меня перевод – это моя жизнь, я его обожаю. Это вот то, что по-английски называется «I'm passionate about languages». Ну, какая еще работа позволит вам, вот как, например, было у Виктора Михайловича Суходрева, замечательного нашего исполина перевода, быть другом Высоцкого, гениального исполнителя Шопена Владимира Горовица. Я разговаривал за столом во время визита в Индию за ужином с Георгием Арбатовым, директором Института США и Канады, с Александром Николаевичем Яковлевым. Олегу Ефремову переводил, с Романом Карменом, когда испанцы проезжали, не испанцы, латиноамериканцы проезжали. И что-то организовывали в 70-х годах вместе с ним, по части, музыки. Я был одним из двух переводчиков, которые переводили, как ЧП, 19 августа 91-го года в пресс-центре МИД СССР. Я сидел на расстоянии примерно 5 метров в кабине, как раз слева от Янаева. И вот эти вот дрожащие руки я хорошо видел. Волошин, Березовский, Абрамович, Дерипаска, Потанин, Кехман. Замечательный человек, который пытался добиться личного банкротства в Англии, в то время, когда в России личного банкротства как института юридического вообще не существовало. И это не говоря о работе глав государств и отношениях с главами государств, с главами правительств. Когда долго работаешь, естественно, возникает какая-то связь. Я думаю, что говорить о дружбе с большой буквы «Д» с главами государств не приходится. За исключением, может быть, за редкими исключениями Виктор Михайлович Суходрев и Леонид Ильич Брежнев. Мы все помним историю, которую Виктор Михайлович рассказывал о том, как Брежнев его вызвал и попросил посмотреть колоссальный совершенно каталог автомобильных запчастей для того, чтобы найти запчасти в Англии для той машины, которая была ему за неделю до этого подарена, если не ошибаюсь, Никсоном. Павел Палаченко – друг, реально друг и соратник Михаила Сергеевича Горбачева. Но в остальном, конечно, говорить о каких-то близких отношениях с главами государств не представляется возможным, но это исключительно интересно. Симпатия возникает. Может возникать симпатия. Например, у меня были явно взаимные симпатии с Виктором Степановичем Черномырденом, которым я очень любил и с которым я довольно много работал и очень много на выезде работал. На выезде всегда складываются какие-то более близкие, теплые и неформальные отношения, потому что когда ты сидишь в самолете и тебя там подзывают, там просят что-то поговорить, там тебе что-то наливают, там вы начинаете что-то обсуждать. С Лукьяном вот таким образом мы летали в Японию. Соответственно, это было 9 часов туда, 9 часов обратного было разговора и знакомства. Какая еще профессия даст возможность пожить в Блэр-хаусе? Это гостевой дом на расстоянии примерно 50 метров через дорогу от Белого дома. Один из очень немногих домов в мире, по-моему, где двери не закрываются в принципе, там нет ключей. Вот там останавливался Борис Николаевич Ельцин и каким-то образом мне удалось там тоже переночевать. Где тебе еще дадут возможность слетать на президентском вертолете в Кэм-Дэвид? Где ты встретишься по системе Revolving Door, когда бывшие руководители крупнейших корпораций становятся министрами, потом министры уходят обратно и становятся бизнесменами. Тот же самый Джим Бейкер, человек, который был при Рейгане, если не ошибаюсь, при Буша-старшем. Он кем он только не был. Он был руководителем аппарата сотрудников Белого дома, chief of staff. Он был министром иностранных дел, соответственно, госсекретарем он был. И он был, если не ошибаюсь, secretary of the treasury. Он был министром финансов. И вот эти люди потом через 20-30 лет встречаются на твоем пути. И как я начал говорить, извините, не договорил, после того, как я окончил курсы приводчиков в ООН, я попал на работу с синхронистом в ООН в Женеве, где проработал два с половиной года. Потом я ушел внутри той же самой ООН, я ушел в кадровую службу юристом, занимался staff litigation, занимался выяснением отношений между сотрудниками ООН и самой организацией. Потому что подать в суд на ООН нельзя. Это суверенный субъект международного права. После этого я вернулся в Москву, вернулся в МИД. И вот тогда началась вот эта работа с руководителями, главами государств, правительств. Я спекался с Геджием Горбачевым, позже с Ельцином, с Виктором Степановичем Чернобырденом и с многими другими очень интересными людьми. И потом я ушел в бизнес, я был юристом российским и переводчиком одновременно. Сопрягал как бы две такие профессии, которые не очень хорошо сопрягаются, как многим может показаться, но тем не менее. И вот тогда я вдруг обнаружил, что я начинаю на своем пути в бизнесе встречать тех людей, которым я когда-то переводил. Через 20 лет после того, как я переводил Бейкеру на встречах, посвященных заключению договоров о разоружении, я вдруг встречаю Бейкера на крупнейшей американской инвестиционной конференции. Я работал там со своим клиентом и рядом с ним за столом сидел Бейкер. И потом мне стало неудобно перед своим российским клиентом, потому что Бейкер начал разговаривать со мной. Мы начали вспоминать переводчиков, Петю Афанасенко, который переводил президентом и Бейкеру. Он мне припомнил, вот это меня поразило, это потрясающая способность людей такого уровня. Эти люди, которые помнят то, что происходило 30-40 лет назад с точностью до запятой. Он припомнил мне, что я рассказывал жизненные истории, он сказал jokes, но это не были jokes, это были жизненные истории, действительно. Про его посла, Ричарда Берта, Рик Берта, такой был бывший корреспондент Нью-Йорк Таймс, потом он стал переговорщиком, главный по старту по СНВ. После этого он был послом США в Германии и так далее. И я просто рассказывал своим коллегам и американским коллегам, и советским переводчикам в то время, я рассказывал, что происходило на совещаниях с Бертом и так далее. Мне это припомнил Беккер. Он мне сказал, расскажи мне, пожалуйста, что ты конкретно про Рика говорил. Пришлось рассказать. Если будет интересно, в конце могу рассказать вот эту самую жизненную историю. Где еще ты узнаешь, например, из чтения суперсекретных в то время документов, что на расстоянии примерно 500 метров от твоей дачи расположена база тяжелых бомбардировщиков? Павел Палащенко рассказывает об этом, кстати, в своей книге, если я не ошибаюсь, и в последующих своих трудах. А я действительно узнал об этом, когда читал приложение к договору о РСМД, на переговорах, по которым я в Женеве работал года три, наверное. Когда я читал приложение о местах расположения носителей боезарядов, я выяснил, что на расстоянии примерно 500 метров от меня, моей дачи в Ильинке, в Жуковском была расположена, 35 лет назад, была расположена база ТБ, тяжелые бомбардировщики, без ядерных зарядов, просто средства доставки. Где ты еще сыграешь на Большом органе Ноттердама? Была такая история и был такой эпизод в моей прошлой жизни. Теперь несколько слов о нашей профессии. Я очень сильно опасаюсь, что в некоторых сегментах нашей профессии в настоящее время наблюдается некий кризис. Я имею в виду, прежде всего, сектор международных организаций. Кризис нашей профессии, как мне представляется, прежде всего связанный с синхронным в кабине ООН, специализированных учреждений ООН и так называемых ЛЕКОРДОНЕИ, НАТО, Совет Европы и так далее, и так далее по терминологии АИКа. Мне представляется, что вот та оптимизация в тяжелой форме, которой за последние лет 20 начали прибегать международные организации, когда на то заседание, на которое, в принципе, нужно было отложить две недели, сейчас откладывается одна, на одну неделю откладывается один день, все спешат говорить, всем абсолютно наплевать на перевод, дипломатам, представителям, послам и так далее. Самое главное – отбубнить свою речугу. Речуги чаще всего не даются переводчикам, и что самое неприятное, что самое депрессивное, это то, что, в общем-то, никто от вас никакого качества не ожидает, строго говоря, никому совершенно не важно, как ты переведешь. Вот это вгоняет переводчика в состояние депрессии и burn-out, как мне представляется. Слушаешь представителей бывших советских республик, людей, которые по политические причины теперь, естественно, вынуждены выступать на английском языке, ты слышишь этот человек, он говорит с русским акцентом, и он мыслит грамматически, он мыслит по-русски. Но по-русски он говорить не может. Он выступает по-английски, ты вынужден его потом переводить на тот русский язык, на котором он лучше бы выступил на этом языке. Вот это оптимизация в запущенной форме. Снижение требований, снижение критерий, критерий в качество, снижение ожиданий, вот в английском смысле слова expectations. То ли дело 1949 год, заседание Совета безопасности ООН, когда работали титаны перевода, люди, которые запоминали, там, 20-30-минутные куски выступлений, и потом вставали и переводили последовательно. Иногда с записью, иногда, как я слышал, без записи. И известная была история, когда один из ораторов, соответственно, скорее всего, министр иностранных делали, посол некой страны, выступал 20 минут, после этого вставал переводчик, и переводчик переводил один на русский, потом второй на английский, потом на испанский, и так далее, на все остальные, на все шесть ООНовских языков, и посол на каком-то этапе поправил переводчика. Переводчик, который был, если не ошибаюсь, светлейшим князем Российской империи, сказал, ваше происходительство я перевел не так, как вы сказали, а так, как вы должны были сказать. Вот это отношение к переводу и это отношение к переводчикам, к сожалению, в международных организациях в настоящее время наблюдается все в меньшей и меньшей степени. К счастью, госслужба, другие сектора, другие сегменты рынка, госслужба, МИД, пока держится, как мне кажется, это особый, совершенно уникальный сегмент рынка переводов. Очень высокий стресс, это понятно, очень высока цена ошибки. Несколько раз в ходе всяких интервью, там, и выступлениями задавали вопрос, какова вообще роль переводчика высшего уровня в мировой истории, может ли переводчик, например, начать ядерную войну и так далее. Мне представляется, что ядерную войну, наверное, он не начнет, но по части ухудшения отношений между двумя разговаривающими клиентами, условно говоря, два руководителя государства встречаются, может быть, встречаются первый раз. В этот самый момент устанавливается химия добрых или недобрых отношений между этими двумя людьми. Если переводчик что-то где-то немножко ошибся, немножко налажал, между людьми сразу ухудшаются отношения. Потом эти отношения министром иностранных дел разгребать довольно тяжело. Довольно тяжело. Пиаршников в то время не было, естественно. Сейчас, наверное, может быть, это было бы немножко легче. Приходит на ум известная довольно история, в которой участвовал я. Не называя имен, два очень высокопоставленных представителя двух очень крупных держав встречаются. Англо-русская комбинация, синхрон. Мы переводим на территорию Госдепа. Почему-то нас посадили в синхронную кабину, соответственно, главы встречались на территории Госдепа, вот этого Вашингтонского фага Барн. И на каком-то этапе представитель американской стороны, заявляя представителю нашей стороны, некие претензии, сказал «You are dumping uranium on us». Американская переводчица, американцы переводили на русский, мы переводили на английский. Американская переводчица, недолго думая, перевела это «Вы сбрасываете на нас уран». То есть она немножко неправильно поняла значение слова dumping, в его физическом значении сбрасывание. Сбрасывание, брос, сброс, сброс, бросовые цены. Имелось в виду, естественно, что вы занимаетесь демпингом урана на международных рынках. Вот представитель нашей стороны начал поворачиваться к своим помощникам и говорил, кто сбрасывает уран. Естественно, эта проблема была разрулена в течение 15 секунд, когда кто-то из переводчиков выскочил, замахал руками, сказал «Извините, неправильно поняли». А министр иностранных дел, естественно, вмешался, сказал «Неверно». Неверно поняли, имелось в виду демпинг и так далее. То есть цена ошибки, естественно, она, естественно, выше, чем, скажем, в других рынках. Работа дипломатическая, работа в госслужбе требует совершенно особого и психологического устроения. Необходима сбалансированная психика и в очень хорошем смысле этого слова – пофигизм. способность расслабляться, не начинать зацикливаться на какой-то ошибке, например, которая потом на ближайшие полтора часа твоего перевода выбит тебя полностью из седла. Важна непоколебимая уверенность в себе. Я припоминаю Виктора Михайловича Суходрева, с которым я, к сожалению, очень недолго пересекся. В частности, замечательная была одна работа, когда в декабре 88-го года была трагедия в Спитаке в Армении. И тогда только-только был избран президентом США Джордж Буш-старший. И его сын Джеб Буш, который в последующем стал, в частности, губернатором Флориды, он привез технику в СССР. И поскольку это был сын избранного только что президента, его принимали на высшем уровне, его принимал первый секретарь ЦК Компартии Армении, и с ним ездил Виктор Михайлович Суходрев. Я был там на каких-то вторых ролях, там я переводил на встречи с Арутюняном, с первым секретарем, когда Джордж Буш до сих пор, помню, сказал «Мистер секретарь, I'm so sorry, I'm not properly attired». И когда я перевел это Арутюняну, я говорю, извините, я не так одет, как должен был, потому что это было в кабинете Арутюняна, Арутюнян, естественно, был в дело рубашки в галстуке, Арутюнян сказал «Это я неправильно одет». Сказал он Джебу Бушу. Очень хорошо, очень доброе какое-то, сразу было очень человеческое отношение. Вот с ним был Виктор Михайлович Суходрев. И когда мы ехали в Спитак, соответственно, из Еревана, Виктор Михайлович сидел с Джебом Бушем, а я сидел, читал технику. Читал глоссарии, там какие-то сотни-сотни единиц техники, которые мы везли. На каком-то этапе я был абсолютно уже в полнейшем Дауне, я подхожу к Виктору Михайловичу, говорю, Михайлович, слушай, как будет экскаватор обратного захвата? И вот это вот Виктор Михайлович Суходрев. Он курил мальборо, как всегда. В руке у него был небольшой стаканчик виски. Он посмотрел на меня, секунды две подумал и сказал «Reverse shovel excavator». Виктор, relax. Here, have a drink. Вот с Виктором Михайловичем пересечься, к сожалению, надолго не получилось. Но это был человек, о котором я, естественно, очень много знал, о котором я наблюдал косвенно. И про которого, в частности, мой старый знакомый, один англичанин, который работал довольно долго в Нью-Йорке, он был начальником английской кабины, английского синхрона. Он про Виктора Михайловича мне говорил, «Ты знаешь, Гайд, Михайлович иногда делает не то, что ошибки, но не совсем точно высказывается. В частности, один раз наш президент сказал, «Вот мы тут с американским президентом, тут сегодня там то-то-то». Виктор Михайлович перевел «We were the president». Англичанин этот потом подошел к нему, говорит, «Виктор Михайлович, по-английски, по идее, надо было бы сказать «The president and I». Но Виктор Михайлович был настолько абсолютно уверен в себе, красавец-мужчина, великолепно одетый всегда, потрясающий голос, баритон немножко оттреснутый такой, благодаря частному употреблению, Мальборо, что когда он так говорил, и даже если он иногда допускал какие-то неточности, даже американская сторона считала, что, ну, наверное, это они что-то не поняли, потому что ошибаться вот этот человек не может. Вот это очень важное и очень полезное качество для человека. При всем при том, технологии перевода, как мне кажется, что на высшем уровне, что в дипломатической службе, что на частном рынке, абсолютно одни и те же. Ты переводишь точно так же. Логистика просто другая. На тебя направлены софиты, это, естественно, всегда стресс. До сих пор помню, когда Михаил Сергеевич Горбачев, в Женеве в 85-м году, впервые встречаясь с Рейганом, выходил на сцену, когда начиналась пресс-конференция после первого утреннего заседания президентов, он сказал Рейгану, я цитирую, я до сих пор это помню, это было в центре конференции в Женеве, в Арамбе, он сказал, это которая у нас встреча? Вы знаете, прошло 35 лет, я до сих пор не уверен, как бы я это перевел. Вот попробуйте переведите. Это которая у нас встреча? Он имел в виду, которая по порядку. По-английски сказать which the никак не получается. А как сказать, сколько у нас уже было встречи, если тот скажет две, то, значит, это третья? Вот я очень сильно не завидовал тому коллеге, на которую это попало, это переводить, потому что он перевел which meeting is this. Рейган, естественно, не понял, по вполне понятной причине. У меня, например, по части логистики, связанной с работой на высшем уровне, основная проблема была добежать до первого лица из кортежа, потому что переводчик чаще всего едет не с первым лицом, если только первое лицо со вторым первым лицом, с руководителем другого государства, не садится в его линкольн, допустим, и переводчик, соответственно, тогда на откидном сидении сбоку сидит рядом с ними. Но если ты едешь обычно в 10-й, 15-й машине кортежа после охраны, после министра иностранных дел и так далее, то основная проблема состояла для меня лично в том, чтобы в течение тех 15 секунд, когда начальник личной охраны открывает вот такой толщины бронированную 40-сантиметровую дверь весом примерно 600 килограмм, на это примерно уходит 10-15 секунд. Вот за эти 10-15 секунд ты должен был пробежать от 15-й машины к первому лицу, когда он в этот момент начинал выходить из машины, желательно не запыхавшись для того, чтобы сразу начать перевод. Многое тебе не подконтрольно, когда ты работаешь в дипломатике, когда ты работаешь на высшем уровне. Многие помнят, в основном люди, люди моего поколения и немного моложе, наверное, помнят известную довольно трагическую историю замечательного американского переводчика Стива Сеймура, покойного, лет 6 назад скончался, когда он летал с Картером в Польшу, и он неудачно перевел. Это можно легко найти в интернете, если кого-то заинтересует, всегда сможете это найти. Стив потом рассказывал, почему так получилось. Ну, во-первых, польский язык был для него не основным, основной у него был русский. Он был американец русского происхождения. Петя Третьяков, если я не ошибаюсь, было его имя, нареченное на момент рождения. Ему не дали текста. Это был январь, и он полчаса стоял на взлетно-посадочной полосе, ждал приземления Air Force One в Варшаве, в аэропорту. Он продрог до состояния просто конвульсии уже. Отказаться от перевода, ну, можно, конечно, было сказать, да, вы знаете, польский я знаю, конечно, но это не мой основной язык, вот возьмите там такого-то, допустим, но он не мог. Вот такие вещи иногда бывают. Иногда тебя ставят в такое положение, при котором ты нормально перевести в принципе физически не можешь. Дипломатический перевод требует навыков записи при последовательном переводе. Эти навыки до сих пор мне, например, they come in very good stand. Почему? Потому что сейчас на частном рынке периодически бывает последовательный перевод, в частности, когда я перевожу на по зуму заседание в арбитраже или в судах, довольно часто люди увлекаются, начинают говорить, тебе не всегда удобно человека останавливать, и ты вынужден писать. Соответственно, навыки при последовательном переводе. В дипломатическом переводе, по крайней мере, в мои годы в МИДе была практика, в соответствии с которой переводчики составляли потом запись беседы. То есть на переводчика лежала обязанность писать Memcon, Memorandum of Conversation. Запись беседы между Михаилом Сергеевичем Горбачевым и Рональдом Рейганом, такое-то число такого-то года, Женева, там так-то. Ты потом сидишь в бункере, в посольстве со всеми глушилками и так далее и надиктовываешь машинецком вот эту беседу по своим записям, естественно. Иногда, я бы сказал, даже часто полезно и очень ценится в переводчиках способность переходить с одного акцента на другой, допустим, с британского на американский. Далеко не всегда даже мне с руки, для меня, например, у меня default position, у меня американский. Но когда я перевожу Лорду Хоффману, например, бывшему члену Верховного Суда Соединенного Королевства, говорить с американским акцентом как-то не очень хорошо, уж не говоря о том, что есть масса терминов особых, которые не будут поняты. В принципе, англичанами, например, совершенно бесполезно англичанам говорить Monday morning quarterback, выражение, которое любой американец понимает, и точно так же, как совершенно бесполезно американцу говорить off license. Они не понимают, что это такое, в принципе, любой англичан естественно это знает. Способность переходить с одного акцента на другой. Не надо преувеличивать, не нужно брать на себя, допустим, Queen's English, такой cut glass. Королева говорит с очень редуцированными гласными, это, честно говоря, я, например, не очень люблю этот стиль. Потому что это может быть иногда даже неправильно понято просто вашей целевой аудиторией. Who the hell does he think he is? Some kind of His Royal Highness Charles Prince of Wales? Зачем переводчик явно иностранец говорит с таким акцентом? Поэтому что-то вроде Received Pronunciation или BBC English вполне подойдет. Знание протоколов. Например, к тому же самому Чарльзу нельзя обратиться в режиме And now Your Royal Highness we are going to куда-то туда-то. Его Королевскому Существу нельзя давать указания. Нельзя сказать, что сейчас мы едем в театр. Надо сказать Your Royal Highness may wish to go to a theater now. Знание протоколов и с какой стороны стоять, как говорить, знать свое место. Не протокольная особенность, но вещь, которую надо было тоже знать, например, Бориса Николаевича Ельцина было слабое левое ухо, стоять надо было в переводчике надо было стоять справа. Коржаков всегда предупреждал об этом. Такие вещи тоже полезно знать. Голова постоянно занята. У меня лично, например, голова занята постоянно. Я думаю о языке, я думаю о переводе, я сижу слушаю какое-то выступление того же Байдена недавно на инаугурации. Голова работает постоянно, я просто сижу и все время думаю, как я бы это синхронил. Слушал речь Байдена, и, кстати, очень рекомендую такие вещи потом читать и с краткандашом в руках изучать, отслеживать. Я вот помню, что я слушал Байдена, я делал себе такие mental notes. Геттисберг адрес, Линкольн, Геттисберг адрес, халлод гранд, хорнод дед, last full measure of devotion. Потом песня, которую пела Дженнифер Лопес, This land is your land. Сразу начинает вспоминаться сериал Friends и как Джоуи, если помните, когда он начал играть в карты в Caesar's Palace, он начал петь песню This hand is your hand, this hand is my hand. Вот такие культурные аллюзии иногда в переводе оказываются полезными. В речи Байдена замечательно прозвучало слово humbled, которое, как мы все помним, в частности, по замечательному, потрясающему словарю Павла Палащенко, моему несистематическому словарю, слово довольно сложное в переводе. Он сказал I'm humbled by your support. всем тем людям, которые голосовали за него, после чего он сразу сказал I will be a president for all Americans. Но когда он сказал I'm humbled by your support, мне первое, что пришло в голову, я глубоко благодарен за вашу поддержку, для меня большая честь. Вот такие вещи приходят в голову и, по-моему, это очень полезно. Естественно, он процитировал, как он сказал, Библию, это был Псалом в английском изводе 30-й, в русском переводе 29-й, вечер во дворец и плач, а за утро радость. Вот такие вещи тоже очень полезны. И это было с Картером, цитаты из Библии, это будет с Байденом, ирландским католиком. Вы будете смеяться, это даже бывало с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Хрущев очень любил, и это можно проследить по его книгам, в частности, он очень любил библейское выражение «принести чашу сию». Сколько раз он про это говорил, это было unattributed quote, он не осознавал, что он цитирует Библию, но это бывает. Такие вещи полезно знать. Вообще, в принципе, знание реалий для перевода «как на высшем уровне», я сейчас потихонечку начинаю уходить уже от дипломатического перевода высшего уровня к просто обсуждению вопросов перевода в частности, в частности, и частного рынка, о котором, насколько я понимаю, предыдущий, уважаемый оратор рассказывал. Спортивные реалии. До сих пор помню переговоры по РСНД, по ракетам средней и меньшей дальности в Женеве. на каком-то этапе американский посол говорит нашему послу Виктору Павловичу Карпу, если не ошибаюсь, он говорит, «Знаете, на следующей неделе переговоры с вами буду вести не я, у нас приезжает специальный человек и сказал его имя, которое мне в то время ничего не говорило, Джеймс Уолзи». На минуточку человек, который потом стал директором ЦРУ. Приезжает специальный переговорщик. «We call that designated hitter». Ну вот, что такое designated hitter? Для этого нужно очень хорошо понимать, что такое бейсбол, и когда питчер подающий не может становиться hitter или batter, или то, что англичане, естественно, себя называют batsman, его заменяют designated hitter, причем это только бывает в American League, этого не бывает в National League. Мне пришла в голову мысль назвать это специально обученные люди. Кстати, по-моему, неплохой перевод нашего термина специально обученный человек. Вот приедет сейчас такой крутой и будет с вами вести переговоры на следующую неделю, так что приготовьтесь. В особенности, конечно, с американцами. Все эти ссылки на бейсбол и на американский футбол, в принципе, к этому надо быть готовы. Опять же, в моем несистематическом словаре Павел великолепно очень многие из этих терминов наиболее часто употребляющиеся очень хорошо изложил. С англичанами сплошь и рядом буквально на следующей, на прошлой неделе я переводил в арбитраже. Кто-то из английских баристеров, QC-шник, скорее всего, Queen's Council, сказал and now we will up sticks. Это тот термин, который в Америке называется pull up sticks. Снимаемся, свалим сейчас отсюда, давайте сейчас на этом закончим. We up sticks. Это, соответственно, из из крикета. Знания реалий и культурных аллюзий. Несколько раз сталкивался с выражением, опять же, в Англии. Не уверен, что американцы это поймут, хотя любители Монтипитона, наверное, поймут. Well, he's a dead parrot. Очень хорошая ссылка на известный скетч с Майклом Пейлином из Монтипитона. Пару недель назад разговор с одним из тоже американских английских баристеров, которые вели перекрестный допрос свидетеля в английском суде. Он ко мне потом подбежал во время перерыва и задал мне два вопроса. Он немножко знает русский. Он говорит, как ты перевел argy-bargy? А он употребил этот английский термин. In the course of this argy-bargy и так далее, и так далее. Я говорю, знаешь, я перевел терка. What is терка? Я говорю, терка это вот когда люди трут какой-то вопрос, трут какую-то тему. Вот мы с тобой сейчас занимались теркой. Вы терли там тему исчисления слога исковой давности по российскому праву в отличие от права Кыргызстана, например. Хорошо. А, слушай, говорит, а скажи, пожалуйста, мне, что такое яркий человек? Ну, тоже нужно было ему объяснить, потому что когда свидетель закончил дачу показаний, он, как очень часто СНГшные люди бывают, любят это делать, в Англии это абсолютно не принято. Они начинают раскланиваться в состав арбитража, благодарить за то, что ему была предоставлена такая возможность и была великая честь выступить перед сиятельными людьми, перед уважаемыми арбитрами, крупнейшими юристами. И вот ярким человеком и смотрят направо на то место, где сидел вот этот самый cross-examining council, был Баррестер, который вел перекрестный допрос. И вот яркий человек, господин, и называют его по фамилии. Он говорит, что такое яркий человек? Потому что он слушал его русский текст, не слушал мой английский перевод, поэтому, когда он не понял этого выражения, он потом подбежал ко мне. Вот спросил меня про арджи-барджи и спросил меня, что такое яркий человек? Я говорю, well, it's quite a character. Charismatic person, impressive, or dashing. Иногда, if the person is dashing. Вот этот вот Баррестер был dashing and charismatic, поэтому, я говорю, вот что-то из этой сферы значений. Припоминаю в связи с реалиями и цитатами из Библии и из литературы, припоминается известная история с Андреем Андреевичем Громыко, я не был свидетелем, это было задолго до моего времени, это были, наверное, какие-то 60-е годы. Он принимал какого-то представителя развивающейся страны, и представитель развивающейся страны начал говорить о том, что американский империализм угнетает развивающиеся страны, не дает возможности развивать экономику и так далее, и так далее. И на что Андрей Андреевич Громыко разразился довольно долгой речью, и в ходе этой речи он сказал, ну, вообще, горбатого могила исправят, как он сказал, про американский империализм. Наш переводчик историю утаивает, его имя, я не помню, кто это был. Наш переводчик, как мне представляется, гениально совершенно это перевел изначально библейским выражением, потом, которое перешло, в частности, в Киплинга, «Leopard cannot change his thoughts». По-моему, очень хороший вариант перевода. К сожалению, потом эта метафора получила дальнейшее развитие, и вот тут переводчикам, в особенности синхронистам, надо быть очень осторожными. метафора иногда имеет свойство развиваться и получать какое-то дальнейшее развитие. Развитие она получила в виде того, что вот этот представитель, это был то ли посол, то ли министр странных дел какой-то африканской страны. Он сказал, а у вас леопарды есть в Советском Союзе. Переводчику, естественно, пришлось перевести, Андрей Андреевич был, he was livid. Он был очень недоволен, и потом из секретариата министра поступил. Поступила нота протеста в отдел перевода. На курсах переводчиков вону, про которые я вам рассказывал, которые я закончил, нам специально читали курс библизмов, как я говорил, и греческих мифов, вещи, которые иногда возникают в переводе. Говоря о библейских выражениях, о мифах и так далее, интересно, что я недавно прочитал замечательно совершенно книгу, очень рекомендую всем, книга очень известного английского филолога Дэвид Кристалл. Книга называется «Бегет». Бегет, как родил Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова. Вот он назвал эту книгу «Бегет». Вся книга посвящена изучению вопроса о библизмах и о том, какие библизмы вошли или не вошли в английский язык. И вот Дэвид Кристалл говорит, что в английский язык вошло 254 библейских выражения. Все остальные миллионы слов и оборотов и выражений Библии в английский язык как таковой не вошли, и они будут поняты, они будут, естественно, узнаны англоговорящими, но они не будут распознаны как библейские. не говоря уже о том, что есть несколько различных вариантов перевода Библии, естественно, King James Bible и всего, по-моему, их 12, если я не ошибаюсь, переводов на английский. И иногда возникали вопросы, вот, например, не вливать нового вина в мехи ветхие, а по-английски же это переводится и don't pour new wine into old wineskins, а молодое поколение привыкло к более новому современному переводу into new bottles. Соответственно, и это тоже надо, это тоже надо учитывать. К вопросу о реалиях и к вопросу о том, что некоторые выражения переводятся и даже имеют некий оригинал, но далеко не всегда имеет смысл их переводить в соответствии с оригиналом. Вот эта знаменитая фраза, которая вошла просто в основной фонд русского языка «Боливар не вынесет двоих», она вошла в русский язык благодаря знаменитому фильму 60-х годов, где, если вы помните, один из эпизодов был «Дороги, которые мы выбираем». И, естественно, в рассказе о Генри у этого выражения «Боливар не вынесет двоих» есть оригинал. По-английски это «Боливар cannot carry double». Но если вы попробуете перевести, если наш оратор говорит «Нет, Боливар не вынесет двоих», не получится так. Если вы попытаетесь перенести «Боливар cannot carry double», я вам гарантирую, что 99,9 период не поймут аллюзию, потому что аллюзии нет, она не существует в ментальности англоговорящих людей, за исключением сугубых любителей о Генри, знатоков о Генри. Виктор, если можно, вклинив эту тему. Спасибо, что вы об этом говорите. Один из наших спикеров тоже упоминал важность библиизма в подготовке переводчиков. Хочу сказать, что в наших курсах я в своем курсе лекционном даю очень много практического материала, в том числе обязательно библиизмы, мифонимы и прочие культуронимы, исторические прецедентные единицы и прочее. И не просто, так сказать, перечисления, а с учетом того, о чем вы говорите, с учетом того, стал ли этот библиизм, например, он в русском языке, является крылатой фразой, а в английском нет, или какая-то цитата из Шекспира, как ни странно, в английском не стала крылатой фразой, а у нас стала, типа, что ему Гикуба, в английском не стала это крылатой фразой. И вот это очень такой важный пласт лексики в подготовке переводчиков, я считаю. Абсолютно согласен, Светлана Юрьевна. Я думаю, это очень важная вещь, которую вообще нужно постоянно иметь в виду переводчику и лучше err on the side of caution. Если ты не уверен, что это будет правильно понято, то лучше переведи описательным каким-то оборотом. мне всегда казалось, я не помню, то ли нас Велен Наумович Комиссаров этому учил в курсе теории перевода, то ли я каким-то своим умишкам сам до этого дошел. Мне кажется, что есть вот такой постулат, просто основанный на опыте. Если в оригинале употреблен оборот или термин, который понятен 100% представителей языка оригинала, а ты перевел его на иностранный язык условно правильно, формально правильно, вот, пожалуйста, Bollywood cannot carry double абсолютно правильный перевод, потому что ты употребил оригинал о Генри. Но, если это будет понято тремя процентами населения, тремя процентами твоей целевой аудитории, акт коммуникаций не состоялся, как мне кажется. Поэтому это тоже вещь, которую нужно держать постоянно в уме и быть здесь очень осторожными. Тот же самый Папа Карло, да, вот, есть в сказке про Пинокки у колоди, у него есть имя, Джепетто. Все люди, которые читали по-английски, американцы, англичане, кто угодно, они это знают. Но перевести, например, вот пахать, как Папа Карло, да, абсолютно бесполезно, потому что никто не поймет ни Джепетто, никто не поймет, тем более, Карло, да, и в этой связи уж лучше тогда будет, как, может быть, вы помните, Владимир Владимирович Путин сказал, как раб на галерах. Неплохо, неплохо, галерах. И, конечно, учитывать употребительность, потому что, если в английском библиизме white and sepulch не стало устойчивым выражением, то в русском языке гроб повапленный, уже никто не знает, что это такое, да, поэтому не имеет никакого смысла так переводить. Кроме православных. Кроме православных. Знают, слышат это при чтении Евангелия на литургии и так далее. Но, в принципе, согласен. Литвенова, я до сих пор помню, это было уже, наверное, больше 40 лет назад. Литвенова нам, когда рассказала про гробы повапленные, я был поражен. Мне было 18 лет, но я этого слова не слышал никогда. Сейчас, конечно, ситуация меняется. Масса словарей замечательная, совершенно есть потрясающая, правда, не англо-русский, к сожалению, а франко-русский. Словарь библиизмов Надежды Жуковской очень рекомендую. Потрясающий совершенно словарь с колоссальным научным аппаратом с огромным количеством очень интересных параллельных мест. Вот эти вещи всячески рекомендую использовать и к ним прибегать. Говоря о кризисе, кризисе нашей профессии, кризисом, к счастью, не охвачен, как мне представляется, пока частный рынок. Частный рынок держится и вот тот рынок, на котором я в настоящее время работаю. Вот как Анастасия говорил, я переехал 17 лет назад в Лондон и в 17 лет я занимаюсь переводом бизнес, финансовым, страховым, банковским и юридическим прежде всего. Но юридически неизбежно предполагает финансовым инвестором и банковским и так далее. На этом рынке реально важно качество. Это тот рынок, на котором люди платят за качество из собственного кармана. Это не pork barrel, это не грэви трейн, это не люди, которые присосались к бюджетным потокам. Например, под бюджетным потоком я понимаю любые публичные финансовые потоки, не только государственные, но и международных организаций. Вот в ООН, например, who cares, есть ООНовский бюджет, он используется, а дальше, в общем, как ты перевел, уже мало кого интересует. Тех людей на частном рынке, которые тебя нанимают, юридические фирмы, банки, страховые конторы, инвестиционщики и так далее, это люди, которые платят из собственного кармана и не за счет бюджетных средств или ООНовских средств, и для них качество важно. И вот теперь несколько слов, если позволите, расскажу вам и поделюсь своими соображениями о развитии частного рынка. Мне близок, конечно, намного больше английский, американский частный рынок, отчасти французский. У меня была работа в Швейцарии несколько лет назад, когда судился Абрамович с ЕБРР, на удивление, там, какой-то невозврат от кредита 40-миллионного, который потом вырос, по-моему, до 70-миллионов с учетом набежавших процентов. И я летал в Фрибур, в швейцарский Фрибур, где вот этот самый спор шел. и там приходилось, там приходилось, соответственно, говорить на французском, причем желательно со швейцарским акцентом, который очень сильно отличается от парижского, как многие знающие французский язык люди знают. Тот акцент, который для меня абсолютно естественный, он такой же для меня естественный, как в английском, в английском американский акцент. Я говорю с сильным женевским акцентом. И когда ты переводишь в Швейцарии, это, конечно, это очень-очень большое преимущество. Тебя воспринимают абсолютно как своего. Как выстраивать отношения с клиентами? Андрею задавался вопрос, я чуть-чуть застал это обсуждение, откуда этих клиентов брать и так далее. Я не буду говорить сейчас об источниках, где эти клиентов находить, потому что источники достаточно понятные. Начинаешь рассылать мейлы в сотни юридических фирм, банков и так далее. На каком-то этапе, как нам говорил Яковлев, который на курсах у нас экономический перевод, он говорил, вы говорите, читайте, читайте, потом состыкуется, как говорил Яковлев. Читайте экономические тексты на русском языке, потом экономические тексты на английском языке, а потом состыкуется. Вот рано или поздно состыкуется. Как я стараюсь выстраивать отношения с клиентами? Знаете, я за дистанцию. Довольно часто клиенты, в основном клиенты СНГшные, англичане к этому практически никогда не прибегают, для скандинавов это в принципе неприемлемо. Они пытаются до начала работы заполучить переводчика психологически на свою сторону. У меня, например, недавно было одно дело, горнодобывающее, моим клиентом была юридическая фирма. Они вели какой-то спор по горной добыче в одной непоименованной стране Former Soviet Union. И вдруг мне звонят эти юристы, говорят, слушай, с тобой хочет поговорить главный клиент, владелец собственно этой горнодобывающей конторы, которая судится. Я говорю, ну давай, ради бога, ты мой клиент, я не обязан разговаривать с твоим конечным клиентом, владельцем этой компании, но если хочешь, давай. И они мне позвонили, попросили устроить Zoom, и в течение часа они меня массировали. Они рассказывали мне о своем бизнесе и о том, что их правовая позиция в данном споре явно предпочтительно правовой позиции противной стороны и так далее. Вот я делю это на 7,5. Я считаю, что это не совсем правильно привлекать переводчика на свою сторону, потому что тогда переводчик начинает играть роль уже не столько и не только переводчика, а еще и пиаршника. А это абсолютно не наша функция. Мне кажется, что это не наша функция. Это мешает корректно переводить. Я начинаю внутренне неизбежно, я начинаю внутренне болеть за какую-то одну из сторон. Соответственно, я буду пытаться какой-то стороне подыграть. Это, по-моему, нарушение и аиковских этических норм, и вообще в принципе этических норм нашей профессии, даже если ты не член аика. Вы знаете, в этой связи приходит в голову один грубый, извините, но, по-моему, очень графичный хороший пример. Многие помнят, наверное, известный фильм, не помню, 70-80-х годов, «Красотка», да, «Претти вумен» с Ричардом Гиром и с Джулией Робертс. В самом начале фильма Джулия Робертс разговаривает со своей старшей наставницей по понятно какому бизнесу, и она и говорит, никогда не целуй клиента губы. Вот я, когда смотрел этот фильм, я проводил очень четкую параллель с работой. На самом деле это работа и переводчик, это может быть работа кого-кого угодно, гида, консультанта какого-то и так далее. Не надо устанавливать слишком близкие отношения, потому что, как мне кажется, это потом мешает твоей работе. Я стараюсь не работать с агентствами. Агентства не знают переводческого бизнеса, они его не понимают. Агентства это бизнес units. They are all about bottom line. Это люди, для которых важна маржа. Даже не выручка, маржа. Соответственно, они будут отжимать по костам, как принято было в финансовом бизнесе, будут отжимать по костам переводчиков и максимизировать свою выручку со стороны своего клиента. That's all they care about. И они ничего не понимают собственно в нашей профессии, потому что они бизнесмены. по части моральных проблем, которые возникают в ходе перевода как на частном рынке, так и на всех остальных рынках, но в основном на частном. Проблема предвзятости или замазанности, как мы иногда это говорим, переводчика, это perceived bias такой. Клиента довольно часто, буквально на прошлой неделе меня спросили клиента, прежде чем заключить со мной договор, говорит, пожалуйста, подтверди, что ты не работал ни за, ни против такого-то поименованного государства, бывшего, бывшей республики Советского Союза. Я говорю, не работал, а почему? Ну, потому что нам важно знать, есть ли у тебя какие-то предпочтения или наоборот отсутствие предпочтений в отношении данного государства, потому что клиент очень серьезно к этому относятся и просил подтвердить, что переводчик никак не замазан, he's not tainted by any prior knowledge of the matter. Вот, я обычно клиентам всегда в таких случаях говорю, вы знаете, мы как зубные врачи, из того факта, что вот в этом кресле за полчаса до вас сидел ваш заклятый враг, абсолютно не следует, что я буду лечить и проходить зубной канал, допустим, ваш хуже, чем я проходил бы его в иной ситуации. Для меня there is no such thing as a biased interpreter. Interpreter cannot be tainted, но клиенты периодически эти вопросы задают, для них это важно. Довольно часто, как вот я вам рассказывал про своего этого знакомого Баристера, который меня пытал потом, вот нет, скажи мне, как ты перевел яркий человек или как ты перевел вот эту терку там, арджи-барджи и так далее. Недавно на процессе меня остановили, Баристер говорил нашему свидетелю, которого он допрашивал, я, соответственно, ему переводил, он ему сказал там, Mr. Ivanov, I understand you were thick as thieves with this gentleman. Я говорю, вы очень близки были, вы кореша были с ним и так далее. И вдруг этот Баристер меня останавливает и говорит, сын Прокофь, можно вас попросить, объясните, пожалуйста, точно, это, говорит, очень важно для нас донести этот смысл. Пожалуйста, скажите, как вы точно это дело перевели? Я говорю, знаете, точно не получится, потому что это будет обратный перевод, это не будет, вы не поймете того русского слова, которое я употребил. Я употребил, я вот так вот два пальца сделал и сказал кореша, но вы с ним корешились, вы с ним очень близки были. Но он попросил меня это дело перевести, перевести назад. или тот же самый яркий человек. Это очень сильно будет зависеть. Если человек яркий в смысле фламбойнт, я скажу фламбойнт, если он не фламбойнт, а яркий, вот как, например, Путин говорил про, если не ошибаюсь, про 45-го президента, вы знаете, вот интересный ментал-блок, да, 45-й президент, человек, к которому я отношусь примерно как Синявский, говорил у меня, говорит, против советской власти, говорит, эстетические возражения. Вот, я не мог даже вспомнить его фамилию. Трамп. По-моему, про Трампа он говорил. Яркий человек, да. Но это, понятно, не фламбойнт, это скорее будет quite a character. Quite a character. Что имел в виду Владимир Владимирович. Поэтому перевести это дело назад и объяснить вам, как я это дело переводил, я далеко не всегда способен, потому что вы просто не поймете того русского оригинала, который я употребил. А будучи переведенным назад, он превратится в тот оригинал, который вы употребили. Поэтому ничего нового я вам не сообщу. Перевод эмоций и подтекстов. Известен случай в переводческой практике, про него, по-моему, писали чуть ли не в мостах, что по завершении перевода, по завершении определенного пассажа перевода, я цитирую, переводчик исполнил ритуальный танец. Это дело происходило в Африке. И для того, чтобы точно передать смысл сказанного его клиентам, а клиент был русскоговорящий, переводчик, который великолепно знал культуру данного конкретного племени, или он знал культуру того племени, к которому он принадлежал, допустим, министр иностранных дел этой страны, которым он сейчас переводил, он исполнил ритуальный танец. Знание реалий помогает. Припоминаю, еще раз, извините за некую грубость, припоминаю последнюю фразу одной из записей бесед, которая была составлена переводчиком в записи бесед в МИДе, в советском МИДе, это очень давно было. Цитирую, это была встреча с представителем Юго-Восточной Азии, непоименованного государства. В завершении беседы собеседник доверительно рыгнул. Для знатоков данной культуры, данного народа это было важно. За обедом человек оценил качество предлагавшейся ему еды. Вот посредством такого физического деяния. Это очень многое говорит дипломантам. Если переводчик это знает, это высокий пилотаж. Переводчик эти аллюзии поймет. Он не обязательно сможет их объяснить, разбив их на составляющие. Его бесполезно спрашивать, почему ты исполнил именно такой ритуальный танец. Если человек не знает культуру данного народа, объяснять ему это бесполезно. Очень много приходится принимать на веру. Вот вопрос веры, еще один вопрос из тематики моральных проблем перевода. Доверие со стороны твоего клиента для тебя очень важно. Клиент должен доверять тебе как в части обеспечения высококачественного перевода, что ты ничего не соврешь и не исказишь, так и с точки зрения того, что ты ничто не сольешь, сохранишь конфиденциальность даже я и не говорю. Так что, ну что, тебе задают такой вопрос, а как ты это перевел? Что, не отвечают на этот вопрос? Нет, почему? Отвечай. Отвечай просто уклончиво. Перевод мата. Несколько раз за последние годы я переводил на слушаниях, поскольку слушания были арбитражные, а арбитраж, в отличие от государственного суда, он конфиденциален. Я, к сожалению, не могу упомянуть фамилии. На фамилии вам очень многое бы сказали, это очень известные были люди. На каком-то этапе допрашивший адвокат, то, что называется cross-examining counsel, адвокат допрашивает свидетеля противной стороны. Соответственно, его задача заключается в том, чтобы этого свидетеля утоптать, показать состав арбитража, что этому свидетелю доверять нельзя. You cannot give any weight to his evidence. На каком-то этапе он спрашивает, господин Иванов, я правильно понимаю, что вы с моим клиентом, с моим доверителем, господином таким-то и называют фамилию противной стороны, а это наш очень известный крупный бизнесмен, вы его унижали. Вот в ходе вашего разговора вы употребляли неприличные выражения. Он говорит, да нет, ничего такого не было. Причем, что интересно, вот этот вот человек, которого я переводил, он пытался давать показания по-английски. Он иногда мог, иногда не мог, когда не мог, он прибегал ко мне, когда мог, он говорил на немножко ломаном таком английском. Он говорит, да нет, ничего подобного не было. Ну как же, говорит, вот я, пожалуйста, сейчас приведу вам пример. 25 марта 1900 такого-то года у вас была встреча в ресторане «Метрополь», вы с господином таким-то обсуждали, и вы употребили ненормативную «Да нет». И вдруг этот человек переходит с английского на русский, начинает говорить по-русски, начинает говорить со мной, и говорит, ну Вить, ну ты ему объяснишь, что русские так говорят вообще, бизнесмены так говорят. И дальше, когда его попросили конкретно сказать, что он сказал, он сказал, я цитирую следующее, ну с маленьким бипом в одном месте. Он говорит, там, там, Вась, мне нужно от тебя получить гарантию, что твои бойцы обратите внимание, бойцы именно, тоже надо было подумать, как это перевести. Не стырит у меня активы, только вместо стырит он употребил понятный глагол. На меня смотрит вся аудитория, это человек 50, включая девушек, младших юристок, и включая дам, которые сидели на протоколе, так называемые transcribers или court reporters. Англичанки, которые смотрят на меня, такие изысканные девушки, и ждут, что я им переведу этот мат. В английском, к сожалению, нет матерного нашего глагола на стырить. По-английски есть pinch, есть flinch, но это все в режиме стырить. Не знаю, ученик школы может сказать, Вась, зачем ты стырил меня ластик? Это слабо. Поэтому приходится употреблять the F-word, но в каком-то своем особом изводе. Я, и это первое, что мне в голову пришло, я ему сказал, там, Питер, допустим, I need a guarantee from you that your guns, хороший термин для бойцов, your guns will not fuck me over by stealing my assets. Дикий смех в зале, хихиканье девушек, барышень, прошло все на ура. А что делать, когда от вас требуют абсолютно точной передачи текста, которыми обменивались два бизнесмена? Это может предрешить исход дела. Иногда бывает. Действительно, было ли это оскорбление? Потому что они пытались понять, было ли это оскорбительно? Пытался ли он унизить этого человека? Нет, он не пытался его унизить, и он обратился ко мне по-русски. Причем, это сразу большая проблема для состава арбитража, потому что они видят, что свидетель начинает обмениваться чем-то с переводчиком, они боятся, что переводчик начинает его консультировать. Про меня они знали, что я юрист, они боялись, что я начну ему какие-то юридические советы давать, они очень напряженно всегда на это реагируют. Поэтому нужно было, во-первых, это пресечь, нужно было сразу перейти на английский, и далее нужно было перевести, вот, пожалуйста, перевод, перевод мат. И вот это реальная проблема в ходе перевода, когда клиент начинает переходить на русский и начинает с тобой говорить to the exclusion of the rest of the audience. Все остальные, естественно, не понимают, о чем вы с ним говорите. Перевод снова к вопросу о переводе эмоций. Я как-то раз уже рассказывал в одном из интервью, по-моему, у меня было одно дело, я его до сих пор помню, оно очень живо в моей памяти, потому что это было дело, которое запоминается. Показания в арбитраже снова давал очень больной наш человек, русскоговорящий человек, у него был тяжелейшей форме диабет. Он должен был каждые 30 минут выходить из зала, делать себе инъекцию, инсулина, по-моему, возвращаться. Он очень нервничал, у него тряслись руки, он был покрыт потом и так далее. А адвокат противной стороны был очень въедливый и очень ехидный человек, и он очень ехидно формулировал вопросы. А я сидел в кабине вместе со своей коллегой, замечательной дамой, и мы переводили, соответственно, по 30 минут синхронно. Я переводил, когда вопросы вот этого Cross-Examining Council, я переводил их с использованием ровно тех выражений, которые он допускал. А он допускал выражения там «Mr. Ivanov, I put it to you that you are lying. You are making this up as you go along, aren't you?» Я это прямо так и переводил. Вы это все сочиняете по ходу дела. Это ложь полная. You are lying through your teeth. И на каком-то этапе вдруг этот свидетель обращается к председателю состава арбитража, то, что называется The Tribunal по-английски, не Трибунал, состав арбитража, говорит, госпожа председатель, можно попросить сменить переводчика? На меня уставились все снова в зале. А в чем проблема? Говорит, ну вот, председатель говорит, нет-нет, давайте так, 10 минут перерыв, пожалуйста, юристы, объясните, выясните у свидетеля, в чем проблема и доложите через 10 минут. Прерваемся на кофе 10 минут. В течение вот этого кофейного перерыва, естественно, мы подходим к этому свидетелю. Он говорит, да нет, вы, говорит, очень хорошо переводите, у меня никаких нет возражений. Понимаете, вы, говорит, просто эмоции все передаете, мне и так плохо. Адвокат еще такой ехидный, давит на меня, а вы передаете все, я еще больше нервничаю от этого. И когда 10 минут закончилось, мы, соответственно, сказали, не мы сказали, от нашего имени, от нашего имени, естественно, каунсул или адвокат, сказал, госпожа председатель, вот проблема состоит в том, что один из переводчиков переводит все, включая эмоции, это нервирует свидетеля. И вместо меня продолжала, слава богу, там оставалось 20 минут перевода, продолжала переводить уже моя коллега. Вот к вопросу, надо передавать эмоции или не надо. Иногда надо. Самое смешное, это то, что следующий свидетель, который выступал после этого, сказал, нет, а вот мне, пожалуйста, чтобы все, чтобы все эмоции, и когда я буду ругаться, пожалуйста, передавайте тоже все полностью. Вот к вопросу о том, надо передавать эмоции или не надо передавать эмоции. Когда Борис Николаевич Ельцин выступал в университете Вичитар-Канзас в 93-м году, по-моему, передо мной была конкретно поставлена задача сделать так, переводить так, естественно, на ты, руководство МИД, нас все знали, Витя, задача, Борис Николаевич должен сорвать аплодисменты. Какой-то политической причине это было важно. Соответственно, я должен был, представляете, рядом со мной стоял двухметровый Ельцин, громкий, яркий человек, и я должен был громко, ярко переводить вот таким же громовым голосом, как Ельцин, передавать все его эмоции. Клиент конкретно просил этого. Хорошо, если клиент просит смягчить или не переводить, допустим, эмоции, в каких-то ситуациях я, вероятно, на это тоже пойду. Помогает ли клиенту? Клиент иногда в том же самом юридическом переводе свидетеля оказывается в очень тяжелом положении. вот тот случай с этим уважаемым человеком, диабетиком, который я привел, это this is the case in point. Такое часто бывает. Свидетели начинают плакать, свидетели начинают срываться, they break down, и они обращаются, им больше некому обратиться, они обращаются к переводчику. Переводчик сидит рядом при последнем переводе, ты сидишь за тем же самым столом, ты касаешься его своим локтем и плечом иногда. Вы смотрите одни и те же самые документы, читаете с одного и того же экрана, или если это hard copy bundles, вы читаете документы из папки, и он иногда обращается к вам. Это очень сложная эмоционально-моральная нравственная проблема. Можно ли ему помочь? Естественно, ты не можешь ему подсказывать. Был известный случай, когда переводчика привлекли чуть ли не к уголовной ответственности, когда он сказал, и это было услышано кем-то, он сказал переводимому им допрашиваемому, обвиняемому, он сказал plead guilty, признай себя виновным. Естественно, на этом никто не пойдет, на это, естественно, идти нельзя, это абсолютное нарушение не только юридических, но и морально-нравственных и этических норм устного перевода, но тем не менее. Но когда, например, меня клиент, мой переводимый мною, в состоянии абсолютно депрессивном, находящийся, замученный свидетель там на пятом часу допроса без перерывов, он меня просит, говорит, слушай, я вообще не понимаю вот этого слова, это что такое. Я иногда перевожу это и говорю, если же это что-то очень простенькое, то вполне можно помочь. Я помню, когда мы переводили Абрамовича, Абрамович дал показания по-русски, ему, добрашивший его адвокат, такой Лоренс Рабиновиц был QC, он сказал, «Мистер Абрамович, в вашем возражении на иск на пятнадцатой странице, пункт 336, вы говорите тут, и вдруг он уперся, а он сидел на расстоянии трех метров от нашей кабины, он уставился меня глазами и сказал, «Чего? Возражение?» Я не возражал. И тогда я ему объяснил, потому что вместо того, чтобы просить Рабиновица снова повторить вопрос, я понял, что лучше я ему в течение трех секунд объясню. Я говорю, «Ромар Акадьевич, это возражение на иск, это документ такой, вы подали, ваши юристы подали от вашего имени за их подпись». А, понял, понял, возражение на иск, окей, дефенс. Ну, иногда можно, хотя тоже, конечно, надо знать свои ограничители. С Виктором Степановичем Черномырдином с которым, как я уже докладывал, у меня достаточно такие близко доверительные отношения установились. Один раз, когда была встреча комиссии Черномырдина Гора, он встречался с Альбертом Гором, с американской стороны переводил Дмитрий Заречняк, замечательный американский переводчик, ныне здравствующий, слава богу. Виктор Степанович, повторив в десятый раз некую концепцию, некий пассаж, который он проговаривал за последние годы не одну сотню раз, и он знал, что я этот пассаж помню наизусть, он вдруг, а ему, наверное, приспичило, там нужно было выйти, он вдруг мне сказал, закончив длинный, 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 там, пяти-минутный, наверное, пассаж, я сидел, записывал все это дело. Он мне говорит, Вить, ну ты там, закончи, мне тут отойти надо. Вот это было очень неудобно. И поскольку рядом сидел Заречняк, который, естественно, все это понял, я очень тихо сказал, Вик Степанович, будьте любезны, можно я закончу сейчас? И потом я просто сказал, the prime minister is requesting a comfort break. Опять же, вопрос помогать, не помогать, вещь очень сильно зависящая от обстоятельств, и каждый раз нужно make an informed judgment. Из этой же области, последний год, COVID, удаленка, работа из дома. Вот синхронить ли из дома? Для меня, например, это этический вопрос. Я вот не зря сейчас надел, Андрей передо мной, я видел тоже, носил профессиональные сенхайзеровские хорошие наушники. Вы меня хорошо слышите, я вас хорошо слышу. Вот когда мне клиент говорит, слушай, давай синхронить из дома, будешь говорить во встроенный своего лэптопа микрофон, а не в наушники, потому что таких наушников мы тебе не дадим, лэптоп мы тебе тоже не дадим, используй свой, документы мы тебе тоже не дадим, они тебе не нужны, будешь переводить со слуха и так далее. Вы знаете, я отказываюсь от работы. Я просто отказываюсь от работы. Вот Кудо, Интерпрефай и так далее. Хорошие системы, наверное, да. Ну, в каких-то ситуациях я соглашаюсь, в каких-то ситуациях я, по крайней мере, выстроил местный рынок юридического перевода в режиме того, что переводчики без документов не переводят, без техники не переводят, из дома не надо. Давайте хабы. Почему не сделать хаб? Вы берете The International Dispute Resolution Center на Флит-стрите, если говорить о Лондоне, завозите туда две кабины, два переводчика, social distancing, все отдельно, у каждого своя консоль, у каждого свой live note, это транскрипт, это у тебя бегущая строка с его текстом, который произносится на данный момент, очень помогает в жизни, потому что, если ты пропустил какую-то цифру, какое-то имя собственное и так далее, и так далее, название компании, фамилию человека, который тебе неизвестен, или шутку очередную какую-нибудь английскую, которую ты сразу на слух не воспринял. Вот это вот live note, the real-time transcription screen, его еще называют, оно очень помогает. Ну, и, естественно, документы, которые у тебя тоже должны быть. Поэтому про кризис профессии, связанного со снижением ожиданий, я уже говорил, и вот это ровно из той же самой оперы. за профессию, которая переживает состояние кризиса, по-моему, просто надо бороться. Надо бороться за ее престиж и иногда отказываясь от заработка. Это цена вопроса. This is the price tag attached to this. We need to raise the profile. We need to raise awareness of who we are and what we stand for. Я некоторые работы не принимаю в принципе. Когда я понимаю, что это профанация, что я стану пешкой в игре, в частности в игре между клиентами и переводческими агентствами. И вот из этой же темы и это последнее, на чем я, наверное, сейчас остановлюсь, ставив время на вопросы, это преподавание перевода и та благородная деятельность, которой занимаются уважаемые организаторы и многие из присутствующих. Я думаю, что повышение общей эрудиции, мы говорили с вами уже о преподавании библизмов, греческих мифов, спортивной терминологии, культурных реалий и так далее. Вещь исключительно важная. В частности, припоминаются случаи лет 38 назад в Стокгольме на заседании, тогда еще даже ни ОБСЕ не было, ни СБСЕ еще не было, это было ССБМ, так называемые были Conference and Security Building Measures, меры укопления доверия безопасности в Европе. Нашим послом был замечательный такой дипломат Гриневский, который обладал способностью сочинять цитаты. Слава Богу, он сочинял цитаты по-русски, и мне их переводить не надо было, потому что в тот момент соответственно работали все остальные кабины, английская, французская, испанская, если не ошибаюсь, немецкая была тогда ОБС, ВСБСЕ тоже. И он один раз сказал, вот господин посол, вы знаете, вот ваша позиция сейчас напоминает мне моего любимого персонажа, кота-бегемота, который говорил, на меня французская кабина, которая была слева от меня, начинает смотреть с такими выпущенными глазами, уже ожидая кошмара какого-то. Он говорил, ну вот вы, тут насочиняете всяких мышей, а мне их потом ловить. Ну не говорил никогда кот-бегемот такого, ну нет этого абсолютно, да, у Болгакова. Вот он сочинил эту реалию. Потом ко мне подбегает французская кабина и спрашивает, Витя, что такое, какой кот, при чем здесь кошки какие. Ну вот знание реалий, да, очень-очень-очень полезные вещи, поэтому в этой части, я думаю, то, чем занимаются наши школы, университеты, где готовят переводчиков, вещь очень важная. А так, я думаю, читать, интересоваться, слушать и все время про себя переводить. Просто все время. Вот я слушал Байдена, я его про себя переводил. Хобби помогают, между прочим, я большой любитель вина и виноделия, например, периодически терминология винная возникает даже в беседах юристов, беседах дипломатов, они начинают говорить tart, zingy, like sauvignon blanc и так далее, и так далее. Вот это понимание этой терминологии полезное. Я большой любитель бокса, когда-то сам боксером был. Тоже помогает в спортивной терминологии. Музыку люблю, когда-то на рояле играл, вот даже на органе Нотр-Дама пришлось сыграть Баха один раз. Очень помогает, когда бывают какие-то ссылки на сугубую музыкальную терминологию, хотя бы ощущаешь себя в своей тарелке. Ну вот, я думаю, что я на этом остановлюсь, для того, чтобы дать возможность уважаемым участникам задать вопросы, если таковые поступят. Большое вам спасибо за внимание. Спасибо большое, Виктор. Очень интересно, очень много восторженных и положительных отзывов, и Анастасия сейчас огласит основные вопросы. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Спасибо большое. Я постаралась фиксировать все вопросы, которые поступали нам в чат. Наверное, прошу прощения заранее у наших участников, я буду какие-то вопросы объединять, потому что они на схожую тематику. Вот вопрос касается перевода в сложных травмирующих обстоятельствах. Это больницы, отделение интенсивной помощи, жертвы насилия, и когда слышишь об ужасных вещах, о заболеваниях и так далее, которые очень глубоко западают в душу. Вот первый вопрос у одного нашего слушателя, как сбросить это напряжение и оставлять по возможности работу на работе. И второй наш участник спрашивает, знаете ли вы и вообще есть ли какая-то психологическая помощь именно для переводчиков? Честно говоря, я не знаю, есть ли какая-либо психологическая помощь для переводчиков. Абсолютно. I'm not the right person to ask. Травмирующие ситуации. Сталкиваемся сплошь и рядом. В частности, мы с Пашей Палаченко, Паша сидел в английской кабине, я в русской. Несколько лет назад в ЕСПЧ в Страсбурге переводили на матерей Беслана. До сих пор комок в горле. Ну, как тут абстрагироваться? Потом домой это дело не уносить, но память остается. Вы знаете, какие-то какие-то психологические трюки просто каждый для себя должен придумывать для того, чтобы оставлять работу в кабине. И когда переводишь, не ввязываться морально, не ввязываться эмоционально. Я помню, было дело, по-моему, рассказывал тоже уже в каком-то одном из разговоров. Мы с коллегой, вот той же самой коллегой, которая меня сменила, когда уважаемый человек с диабетом попросил меня сменить, мы переводили на браково-разводном процессе, было very controversial and acrimonious divorce case. Муж забрал детей, увез в другую страну, жена не видела их в течение года, и она she broke down, она начала плакать перед судьей. Вот это дело было судебно, не арбитражное, но поскольку все браково-разводные процессы, в особенности связанные с child custody, они тоже конфиденциальные, соответственно, не могу фамилии называть, известная женщина. Она заплакала, и моя коллега заплакала вместе с ней. Вот что делать. Иногда, может быть, это неплохо, потому что судья воспринимает же не говорящего, свидетеля, он воспринимает переводчика, и его перевод, и смотрит на его лицо, и видит его реакции. Может быть, в этом смысле это было даже и неплохо, потому что она передала аутентично то, что говорила, включая эмоции, все эмоции, включая слезы, что говорила свидетель. Спасибо. Кто более требователен, клиент-бизнесмен или клиент-политик? Знаете, это очень сильно от человека зависит. Я не думаю, что это связано с отраслью, публичный перевод, под публичным, я понимаю, государственные и международные организации, или частный перевод, частный рынок, юридический, медицинский, нефтянка там и так далее. Я думаю, что это очень сильно от человека зависит. У меня нет абсолютно никакого ни в ту, ни в другую сторону предпочтения или наоборот отторжения. Бывают люди, которые привязываются к мелочам и в МИДе. Сколько раз нас останавливали, сколько раз выяснялось, что человек совершенно неправильно и не по делу начинает нас править. Сколько раз нас правили по делу, ну хорошо, тогда затыкаешь свою гордыню в карман и говорят, да, спасибо большое за исправление. Два таких небольших практических вопроса. Первое, Барак Обама назвал свою книгу A Promised Land с неопределенным артиплем. Вот как в таком случае действовать переводчик, как переводить на русский язык? Ну, знаете, я не вижу никакого другого варианта, кроме землибетованной. Я, честно говоря, никогда об этом не думал, если вы мне дадите сейчас пару минут подумать, а вы мне их не дадите, поэтому я, к сожалению, должен отвечать off the cuff. Мне сейчас в голову ничего не приходит, но нужно будет дальше по контексту что-то сочинять. Извините, Анастасия, сам слушатель предлагает вариант неизвестная землябетованная. речь идет не о переводе promised land, а о переводе артикля и надо ли обязательно этот артикль переводить в данном случае. Мне кажется, что не обязательно. Я согласна с Виктором, просто землябетованная и все. Я думаю, для заглавия заглавия это вещь вообще такая вещь в себе, да, фюрзихи анзих, как Венчика говорил, перевод заглавий, поэтому здесь, по-моему, я вот с Желаном согласен, по-моему, нет необходимости. Далее по контексту и в ходе перевода уже самой-самой книги, если это будет возникать и тебе станет ясно, что неопределенный артикль здесь смысл развлечителен, то тогда что-то будем придумывать. Тогда вот сейчас просто сразу в голову просто перевод книги, просто два слова. Я не готов сейчас дать какой-то рекомендации, потому что я неизбежно скажу чушь какую-нибудь. Вы упомянули об акцентах. И вот есть у нас вопрос, полезно ли переводчику знать и практиковать, например, шотландский акцент, австралийский акцент. Вы знаете, если вы работаете в Шотландии, вот у меня коллега, например, у Глазго работает замечательно, переводчица Леночка Харишко, она может, и мы с ней сколько раз это дело практиковали, не я практиковал, а она при мне практиковала. У нее муж шотландец, дочка сидит, соответственно, русская шотландка. Она великолепно говорит и на британском, английском, и когда нужно, она употребляет шотландский. До сих пор помню, мы с ней переводили один раз на некое совещание, где присутствовал бывший министр обороны Великобритании, а он шотландец был, и он подбежал к нам в кабине что-то сказать, спросить, и вдруг Лен перешла на шотландский вариант английского языка. Он был счастлив до невозможности. Иногда это полезно, если ты в Австралии работаешь, ну, естественно, лучше говорить с австралийским акцентом. Есть вот замечательная Даша Горбунова, девушка, родившаяся в Сибири и потом выросшая в Новой Зеландии. Она считает, что у нее английский новозеландский родной. На самом деле, у нее и новозеландский, и русский абсолютно родные языки. Вот она говорит с новозеландским акцентом. Иногда это прекрасно приятно сложится. Иногда это не нужно. Ну, тогда ты стараешься его каким-то образом смягчить. You soften it, you mitigate it. Вопрос по юридическому переводу. Скажите, пожалуйста, в устном юридическом переводе в суде можно переспрашивать в случае, если тебе что-то непонятно? Я думаю, что не только можно, а нужно. Если ты чувствуешь, что что-то не поняв, ты можешь исказить ход, изменить ход истории, условно говоря. Потому что ты можешь исказить то, что было сказано переводимым лицом. Это может быть свидетель, может быть судья, это может быть каунсел, может быть один из адвокатов, соответственно, из цели ответчика. Они всегда слева и справа от тебя сидят. Но если это не важно, то лучше не переспрашивать because many people find it disruptive. Вы нарушаете плавное течение слушаний. Опять же, очень сильно нужно смотреть по контексту. Я переспрашиваю, когда я совершенно четко осознаю, что я не уловил нить разговора или то, что было сказано, к чему клонил говорящим. Обязательно переспрашиваю. Коротенький вопрос. Как вам легче переводить с русского на английский, с английского на русский или равнозначно? Вы знаете, равнозначно и есть какие-то вещи, которые мне легче сказать по-английски, есть какие-то вещи, которые мне легче сказать по-русски. Поэтому не могу сказать, что конкретно в такой-то языковой комбинации мне проще. Я же еще и с французским работаю, и с испанским работаю. Но там я, правда, работаю в основном на русский, хотя иногда вот у меня в деле с Абрамовичем в Фрибуре, про который он рассказывал, меня просили, его готовили к даче показаний на следующий день в суде. И поскольку адвокаты были швейцарцы, он и там еще с ним был такой Евгений Швидлер, он собирался давать показания по-английски. Они просили переводить between English and French, чем я и занимался. Переводил, соответственно, с швейцарским акцентом французского языка на английский, потом обратно с фрибургским акцентом, даже уже не женевским, а более восточным фрибургским акцентом. Швейцарский переводил на французский. Я бы не сказал, что есть какие-то сильные предпочтения. А какими новостными источниками вы пользуетесь? Новостные фунты, газеты? Вы знаете, всем абсолютно. Подписан онлайне на Вашингтон пост, потому что в Лондоне я не знаю, где его купить. Наверняка он где-то там в гостинице какой-нибудь продается, но мне проще было подписаться. Читаю постоянно. Читаю New York Times International, то, что раньше называлось International Herald Tribune. Подписан на огромное количество всяческих рассылок различных банков, инвестиционных компаний и юридических ферм. и все остальное, что whatever comes my way, все, что попадает под руку из той области, в которой я работаю. А поскольку областей много, вот все и читаешь. Ох, вопросов много. Так, вот, если можно коротко о том, как Вы выходите из положения, когда спикер использует эмоционально окрашенную лексику формулировки, выраженные и характерные для определенного линго-культурологического слоя. Надо ли искать эквивалент или как выходить из положения, а также про юмор. Спрашивают, как переводить юмор и безэквивалентную лексику. Безэквивалентную лексику не переведешь, я думаю, никак. Вот приходит в голову замечательное выражение «Иссяк запал», да, если помнить этот анекдот, ты что с ней расстался, да, а чего? Ну, она что-то сказала, в нее иссяк запал. Кто такой иссяк? Я сам не понял. Вот попробуйте переведите иссяк и куда он запал. Ну, вот эти, есть вещи, которые, объявляю конкурс на лучший перевод иссяк запал, кстати. Вот, а многие вещи, ты заранее знаешь, как переводить, многие вещи в словарях есть, многие вещи просто в голове. Очень многие вещи, очень полезно, кстати, читать, вот, мосты, слушайте, рекомендую всем мосты, замечательно совершенно. Источник, источник всего, и юридистики, и бизнеса, и юмора, и перевод пословиц. Лидия Разранстоун там довольно много пишет вместе с Володей Ковнером и спортивной технологии там. Иногда это важно, иногда это не важно. Вы знаете, иногда это совершенно не имеет никакого значения. Человек иногда употребил термин случайно, ему казинально, ему просто в голову не пришел другой термин, и он употребил какой-то, допустим, там, не знаю, из области Кокни, допустим, он сказал, там, не знаю, про жену, там, допустим, он сказал Strive, потому что Wife это Battle and Strive. Он взял и сказал Strive. Ну что, ты будешь искать какой-то термин для Strive в русском? Да нет, скажешь, женушка моя, бабенка тут моя, вон баба тут сидит. Ну, что-то вроде этого. Иногда это совершенно не имеет значения. И не надо по этому поводу, по-моему, даже прилагать усилий и беспокоиться по этому поводу. Не парьтесь. Извините, пожалуйста, Виктор, там был вопрос, это телемосты, поясняю, это переводческий журнал Мосты. Да, именно. Светлана Юрьевна, скажите, пожалуйста, есть ли у нас еще какое-то время для пары вопросов? Думаю, да, пять минут. Да, спасибо. Тогда еще один вопрос. Сегодня большое количество работы в судах происходит через автоматизированные системы. Существует ли такая система в судах сегодня? Если вы под автоматизированными системами понимаете вот системы синхронного перевода типа CUDA, Interprefy, Wolfboxer и так далее, то они как, они существуют в онлайновом режиме в интернете. Вы их просто скачиваете и начинаете их использовать. Другое дело, что суды почему-то английские сейчас возлюбили Zoom и даже синхронный перевод делают по Zoom. У меня есть совершенно определенные свои требования к организации такого переводческого процесса, который мои юристы, клиенты знают. Они давно к этому привыкли и носят с удовольствием, как про дворника Федора было написано в 12 стульях. Носят с удовольствием. Просто еще раз это к вопросу о развитии рынка. We need to make the market aware of our requirements. Если Zoom хорошо работает, у меня должен быть обязательно, естественно, техник, который рядом со мной будет находиться. Если что-то перестает работать, не я буду мучиться, а техник быстро пойдет и исправит проблему. У меня совершенно определенные требования по части аппаратуры, которая должна быть. А дальше какую платформу они будут использовать, это их решение. Иногда я им могу сказать, ребята, давайте не будем использовать Zoom, а в данном случае возьмем, допустим, BlueJeans, как недавно было. Платформы есть, и они используются в Англии точно так же, как они используются в России где-то, где угодно. Виктор, еще огромное количество восторженных отзывов. С вашего позволения, я вам потом их пришлю, потому что не имею возможности зачитать все. Действительно, спасибо вам огромное за... Вопрос такой, вот очень интересный. То, что Березовский говорил по-английски в суде, привело к тому, что он проиграл? Это, конечно, не привело к тому, что он проиграл, но, как мне представляется, in my humble submission, как говорят английские адвокаты, тот факт внес определенный вклад в его проигрыш. Он многие вещи пытался говорить по-английски, имея в виду совершенно определенные русские слова и реалии, и иногда их употреблял абсолютно не к месту, и воспринимался чисто психологически с отторжением. Я видел в глазах судьи Глостер, который сейчас дама Глостер, дэйм, Элизабет Глостер, я видел отторжение в ее глазах. Это было совершенно очевидно, и это вычитывается из ее решения. 95-й пункт, если я не ошибаюсь, решения судьи Глостер, где она писала, что она поверила Роману Аркадьевичу и не поверила Борису Абрамовичу. Наверное, последний вопрос. В контексте всего сказанного, всего опыта, который у вас есть, считаете ли вы, что переводчик это актер, что он должен быть актером в какой-то мере? Отчасти, в какой-то мере неизбежно. Уверен. Да. Виктор, спасибо вам огромное. Вам большое спасибо. Спасибо организаторам и всем участникам. Спасибо большое, Виктор. Надеюсь, что до новых встреч и вам всяческих профессиональных успехов и всего самого доброго в жизни. Спасибо большое. Коллеги, мы объявляем перерыв, дорогие участники. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok